Такого шок-контента я еще не видел, так что продолжайте смотреть. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый Коллекционер. В этом видео мы поговорим с вами про годовые наборы обиходных монет Украины. Наверняка многие из вас видели, что на Виолете продаются монеты, которые достали из набора и отдельно продают. И довольно много таких монет вы видите, абсолютно разных номиналов, это и копейки, и гривны. Но вопрос, как считается вообще тиражность этих наборов и самих монет? Об этом мы поговорим. Я покажу, какие наборы самые редкие, какие наборы с самыми маленькими тиражами, а какие побольше. И еще в видео вы увидите, что происходит с этими наборами на самом деле. Видео прислал мне мой подписчик. Такого шок-контента я еще не видел, так что продолжайте смотреть. И спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Ребята, обязательно поучаствуйте в конкурсе на розыгрыш монеты. Напишите свой комментарий, подпишитесь на канал, выполните все условия конкурса. Ссылочка будет в описании. На этой неделе уже разыграю монеты. Перейдем к нашим наборам. Вот в такой вот книге Максима Загреба. Вот у меня есть такой вариант, есть более новее. Указаны наши наборы, которые выходили, выпущены национальным банком. И здесь мы видим, ну конечно, первые наборы, которые выпускал не национальный банк, а луганский станкостроительный завод. Или тут написано луганский патронный завод. Что мы видим? Итак, значит, что происходит с наборами, когда они разрезаются? Действительно, количество монет, вот например данный набор, который я комплектовал в свой альбом Коллекционер. Ссылочка будет в описании на это видео. Я разрезал вот такой вот набор, доставал из него монетки и вкладывал в свой альбом, потому что мне хотелось иметь монеты по отдельности в годовом, в этом альбоме Коллекционер. У нас указан тираж данного набора. Ну, здесь у нас в этой книге тираж, как мы видим, не указан, но тираж 5000 экземпляров, по информации из других источников. Но как только набор разрезается, достаются монеты, сам тираж набора однозначно уменьшается у нас. И таких вариантов мы видим очень много, когда люди разрезают наборы. И по факту тираж монет остается прежним, но ценность набора, как набора, уже в собранном таком состоянии, с описаниями, со всем, она растет. То есть все наборы, которые разбирались, уничтожались, их тираж фактически уменьшился. И сейчас вы видите, что происходит вот с такими вот наборами, которые разбирались под альбомы. И они просто-напросто уничтожались одним из подписчиков. И вот сейчас вы видите эти просто невероятные кадры, что происходит. Мне это не верится. Конечно, с одной стороны, можно эти коробочки кому-то продать. Кто-то их коллекционирует, кто-то собирает. У кого бюджеты ограничены, нет возможности собирать с монетами, собирают какие-то вот такие свои монеты, докладывая туда. Ну, то есть по-разному. Каждый собирает то, что его радует, то, что хочет и позволяет финансы. Но в данном случае вы видите, как уничтожаются такие наборы. И это влияет однозначно на стоимость роста цены годовых наборов, как в состоянии набора. Значит, что мы можем посмотреть? Что мы видим? Набор 96-го года. Я лично разобрал уже минус один такой набор. Уже не 5 тысяч однозначно. И с 96-го года, сколько лет прошло, сколько реально осталось таких наборов? Как вы думаете, пишите в комментариях. Существуют они вот такие картонные. 2001-й набор. У меня, к сожалению, его пока нет. Довольно дорогой, редкий. Тираж у него 10 тысяч штук на аукционе. В Виолите, кстати, он представлен. Дальше у нас наборы, которые выпускались. И также я видел, как они разрезаются, продаются поштучно, отдельно. Но они выпускались не в Украине. Это Германия их комплектовала. Также этот набор у меня есть в разобранном виде. Я перекладывал к себе в свой альбом. И уже минус одна штука. У нас эти наборчики мы пропустим пока. Потому что нам интересна продукция НБУ. Что же делает НБУ? Вот, смотрите. Следующий набор. У нас тираж. У них 10 тысяч. Давайте я вам покажу. Хотя раз мы листаем, я как раз вам покажу. Набор 96-го года мы посмотрели. Потрясающий картонный. Очень красивый. Вот такой вот набор. В потрясающем состоянии. Здесь монеты. Скажу, что если доставать эти монеты из альбома. Из такой запайки. Очень важно, чтобы они в хорошей среде хранились. Без контакта с другими картонками. Некачественным пластиком. То есть, очень, чтобы вы запаковали в нормальную тему. Но лучше, конечно, оставлять в оригинальной. Лучше, конечно, оставлять в оригинальной вот такой вот упаковке. Следующие наборы, как видите, они уже по-другому делались. Вот так открываются. И мы видим. Но, к сожалению, вот эти наборы, у них качество контакта монеты с этой картонкой. Оно иногда было такое плохое, что накрывало монету. На монету шла вот такая вот какая-то патина, потемнение. Я сейчас дальше покажу на следующих на других наборах. Просто очень неудачные, неудачные бывают покрытия, что монета портится. Следующий набор у нас. Вот, можно так посмотреть. Дальше. Вот набор у нас. Набор вот такой замечательный. Всего из двух монет. Тираж 5000 штук. И вот такой вот жетончик. Довольно редкий набор. И здесь, смотрите, гривна. Так называют ее каштаны, да, по этому рисунку. Ну, по-разному я слышал, какие варианты. И здесь мы видим, что на поверхности монеты уже начали появляться какие-то, вот какая-то патина. Попробуем, давайте открыть вам. Вот, смотрите. Эти наборы очень-очень много кто открывал, много кто перекладывал эти монеты. Нереальное количество проданных лотов. Кстати, интересно, если кто-то считал, сколько было продано монет вот таких вот разрезанных, пожалуйста, напишите в комментарии. Мне очень интересно. Давайте срез сделаем, например, по этому набору. Какое количество наборов было уничтожено, да, и по факту их конкретно стало меньше. Они, скажем так, держат свою ценовую категорию, свою планку. Вы видите, сейчас вот параллельно в этом окошке вот так уничтожаются наборы. Боже мой. И потому что, ну, спрос у людей на конкретно монетки и наборы не все коллекционируют. Ну, хотя, посмотрите, какой потрясающий набор. Какой красивый. Не знаю, мне очень нравится. Простой такой дизайн. Такой необычный, яркий, красочный дизайн, конечно. Ну, я бы сказал, что мне очень-очень он нравится. Конечно, если сравнивать с наборами следующих годов, давайте я сейчас вот постепенно будем показывать у нас следующий набор 14-го года. Видите, у меня еще не все наборы есть, вот, но они потихонечку-потихонечку, как видите, уничтожаются, да. Ну, так что успейте прикупить себе свой набор в коллекцию, чтобы можно было вот так вот подержать, посмотреть, показать друзьям. И в такой, в идеальном состоянии монетки, чтобы никак не касались ни с руками, ни со средой. Вот. Это у нас 10-тысячный набор. И тираж 10 тысяч, конечно, потихоньку-потихоньку они уменьшаются. Мне очень нравится, как сделали по дизайну этот вот наборчик, потому что действительно приятно держать в руках. Очень красиво обыграли шаги. Он сам по себе такой немножко прорезиненный, цветовая гамма приятная. То есть, и мы видим, что здесь, по крайней мере, на моей версии этих монет нет каких-то проблем с потемнением, как вот на прошлых-прошлых наборах было. Я думаю, может, они начали устранять. Хотя вот на гривне что-то уже есть, какая-то небольшая патина. Вот. Потемнение. Может быть, нужно действительно каждую монетку в индивидуальной своей упаковке, как сделали в 2019 году. Видели? У нас. Как они сделали? Этот набор, конечно, как по мне, стоимости не сильно представляет, потому что, ну, здесь монеты, которые, вот эти три, они и так выпускались огромными тиражами. Ну, улучшенное качество чеканки. Пруф, конечно, да. Но пока коллекционеров, которые собирают в улучшенном качестве чеканки, не так много. Некоторые люди кладут себя в альбом, в монетки из оборота, просто в хорошем состоянии, в штемпельном блеске. И не, скажем так, не заморачиваются взять себе в улучшенном качестве чеканки. Потому что это стоит дороже, да, каждая монетка стоит, там, от 100 гривен, например, да. Хотя можно найти бесплатно, ну, скажем так, только за номинал в обороте, да, поискать, заморочиться. Но, кстати, вот такой вариант упаковки, он позволяет сберечь монету. Сберечь монету от контакта с картоном, контакта с какими-то другими такими вариантами. Так, ну что, друзья, видите, что, собственно, я хотел вам в этом ролике сказать, что количество наборов, оно уменьшается. Не каждый человек прямо на камеру показывает, что он с ними делает. Они, скажем так, они у нас уменьшаются, их перепродают, коробки уничтожаются. И сама цена вот этих наборов однозначно растет. Потому что проходит время, некоторые наборы вывозятся за границу, дарятся, портятся, заливаются чаем. Если подарили каким-то деткам или взрослые бывают такие, которые могут, скажем так, так относиться к своим наборам, что они теряют, теряют качество свое. Вот, давайте, покупайте себе каталоги. Обязательно знаете, какие тиражи у разных монет. Смотрите, как очень приятно держать такие наборчики у себя в руках. Если вы хотите, чтобы было показано на камеру, какое количество меньше таких наборов стало, пишите лайк, пишите в комментариях. Я попрошу, чтобы подписчик мне прислал еще видео, там, где он разбирается вот с такими наборами. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Ссылочка на Виолити будет в описании. Вот. И до новых встреч. Пока, друзья.